Члены делегации парламента Южной Оседии находились в Москве на выборах президента России в качестве международных наблюдателей. Как отметил глава Югостинской делегации, председатель парламента Алан Алборов, в течение трех дней парламентарии следили за ходом выборов и смогли побывать на 30 избирательных участках. Наблюдатели отмечают высокий уровень организации выборов. Весь процесс прошел в строгом соответствии с международными нормами и стандартами избирательного права. Такой подход позволил обеспечить максимальную прозрачность и объективность выборов и поднять уровень доверия граждан, сказал Алборов. Участки были расположены в основном в школах вокруг микрорайонов. То, что касается внутреннего наполнения, то могу сказать, что все было насколько четко. Начнем в плане безопасности тоже было организовано все. На всех избирательных участках было спокойно. Россияне голосовали в доброжелательной обстановке. На участки приходили целыми семьями и трудовыми коллективами. Югостинские наблюдатели отмечают, что не было зафиксировано ни одного случая нарушения. Все везде было законно. Никаких нарушений нами не зафиксировано. Хотя мы обошли 30 участков, наша делегация прошла больше всех участков и больше участков посетили. Ну вот такой, в принципе, хороший избирательный процесс. Трехдневный выборный формат – это колоссальная нагрузка на членов ЦИКа и участковые избирательные комиссии. Но, по мнению парламентарии, весь процесс можно считать примером того, как нужно проводить демократические выборы. В рамках поездки также прошла встреча с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым и российскими сенаторами. Обсудили работу совместной комиссии, которую возглавляет с нашей стороны Зазан Дорич Дряев, с российской стороны Сергей Павлович ЦИКов. Сенаторам было интересно, какие вопросы дополнительно будут подниматься на ближайшем заседании этой комиссии, которое предполагается в середине апреля. В общем, и сенаторам было очень интересно, какая сейчас обстановка в Южной Осетии, какие самые важные вопросы и чем они нам могут помочь. В ходе беседы обсуждены вопросы, касающиеся соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства, в частности, в целях актуализации комплекса подзаконных актов в этой сфере. В 18 апреля будет у нас работа комиссии, и, естественно, мы этот вопрос тоже внесем в повестку для... Мы обещали до конца марта, тогда еще в Министерстве иностранных дел представитель был с Синьогубов, я имя, что... Обещали, что этот вопрос будет закрыт до конца марта, но пока он не закрыт. И, естественно, работа ведется по нему, и, естественно, мы этот вопрос поднимем. Председатель парламента Аллан Алборов подчеркнул важность взаимного сотрудничества во всех сферах. Естественно, в России принимаются социально значимые законы, очень много этих законов, и мы тоже должны модернизировать именно, прежде всего, законодательство в социальной сфере. Как мы знаем, очень много законов принимается для того, чтобы для участников СФО, чтобы защитить их социальные обязательства, социальные обязательства, которые берет на себя Российская Федерация, чтобы как-то мы тоже за этим поспевали, чтобы мы тоже принимали по возможности, если есть такая возможность, такие законы. «Можно с уверенностью сказать, что высокий процент явки избирателей свидетельствует о приверженности текущему политическому курсу, а результаты не только подтверждают доверие граждан к команде лидера, но и являются ярким примером сознательного гражданского поведения», – заключил Алборов. Яна Плиева, Айда Кочиева, информационный выпуск «Сегодня».